Первая частка посаджения прошла в Гомель Абл-Агросервисе. Предприемство, забеспечивая АПК сельгазтехникой, запчастками, ремонтной продукцией и хорошей смазочными материалами. Не глядя на великий спектр послуг, худкость и якость их выполнения, достаточно быстро стоит вопрос к конкуренции с коммерческими вытворцами аналогичных товаров и послуг. Проблема актуальна не только для нашей области, но и для всей Беларуси. Вернуть эту экономичную нишу – задача Бел-Агросервиса. Если уменьшить масштаб до региона, то предприемства Агросервису должны сами выходить на сельгаз вытворцев, больше инициативно пропонувать свои послуги. Не ждать, а активно действовать. Сегодня мы хотели бы рассмотреть, чтобы данные организации, будем говорить, возродили, они и так работают, но возродили свою работу по данным направлениям. Полностью, чтобы сельскохозяйственным организациям была возможность обратиться в организацию специализированную, которая может провести все виды работы от ремонта по поставке запасных частей, по поставке минеральных удобрений, средств защиты растений, проведению объема работы. В остром для всех предприемств Бел-Агросервису з'является питание техничного обслугования, живелого-годовчего обсталявания. Мы все заинтересованы в том, чтобы молоко было чистое, его было много, а качество его, конечно, зависит от оборудования, которое производит и Гомельщина, ну и, естественно, другие производители. Вот это одно из наших направлений обсуждения сегодня. Наступная локация выездного посяджения – филиал Бабович и Гомельской птушкафабрики. На предприемстве его долучили 10 лет тому. За этот час вы творчество и продукционность дойных остатков повеличилась больше, чем у двоя. А когда 6 лет тому, да и на молочном блоке установили новое обстреливание. Зараза вся информация об живелах трапляет у одинную базу. Это даёт объективную картину о физическом стане коров и на дойах. Операторам машинного даяния, в частности, ветеринарным врачам и асиминаторам, легче выявлять асиминаторам животных в охоте. То, что компьютер показывает именно эту информацию. Когда в охоте они знают, сколько часов до начала осеменения, когда осеменять, показывают также и больных коров. То есть ветрач приходит, делает себе распечатку, смотрит, какие-то изменения у кого-то есть, у каких-то коров. То есть с какими можно, ну и нужно поработать. Операторам машинного даяния удобно тем, что коровы, которые пролечены, стоят на ограничении, то есть с антибиотиками, их надо даять отдельно. Компьютер просто не даст её подключить и подаять. Головное, что прогучало подчас поседжения – необходность поддержки сельхозвитворцев, фермеров. Яны повинны быть выполнены, что при возникнении любой техничной проблемы можно звернуться на предприемство Агросервису и им гненно отримать допомогу. Бо худкость её оказания – это махчимость не стратить прибыток и тримать марку. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадио «Компания Гомель», Гомельский район.